Первые и главные вопросы молодых мам Как обеспечить малышу комфортную среду для полноценного развития? Техника First Step или первый шаг знакомит родителей с физиологией младенца и позволяет оказывать поддержку, отталкиваясь от привычного образа жизни малыша, который выработался в утробе матери. Тема, что будет заявлена сегодня, это тема плача, поза эмбриона, почему важно ребенка приводить в позу эмбриона, это то, что я сейчас делаю, и положение лежа на животе, как сделать это комфортно, почему важно и как сделать это комфортно. Девять месяцев младенец растет и развивается в позе эмбриона, в изоляции от шумов и яркого света. Но комфортные условия заканчиваются на первом дне появления на свет. Чтобы ребенок мог почувствовать себя в безопасности, его необходимо помещать в привычные условия, размещать в руках в позе эмбриона, а также создавать монотонный ритм, укачиваниями и голосом. Методика First Step нацелена не только на успокоение малыша, но и на полноценное формирование тела ребенка, его мышц и суставов. Грамотное освоение техник методики позволяет молодой маме не только комплексно развивать малыша, но и учиться с ним взаимодействовать. Уверенность, понимание. Дети здесь рассматриваются, то есть раскрывается просто ребенок, что он чувствует, когда с ним взаимодействуешь, как правильно взаимодействовать с ним, какие ему игрушки нужны именно на этом этапе развития. Видновский перинатальный центр стал первым в России, где применяется методика First Step. Специалисты из Видного прошли курс обучения в Израиле и теперь проводят занятия с молодыми мамами в стенах центра. С помощью тех упражнений, которые предлагает инструктор на занятиях, мы можем улучшить, ускорить, гармонизировать развитие здорового ребенка. Очень эффективная, очень интересная методика, и я думаю, что она обретет большую популярность среди жителей нашего города, ну и, наверное, не только. Медицина не стоит на месте, и в этом большая заслуга специалистов, которые постоянно развиваются и стремятся улучшить свои профессиональные навыки. Инга Янчук, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Продолжение следует...